Всем привет! Мы на канале Трэпид Драма Соня. У нас сегодня будет танцово на станцию Строгино от Баско-Патровской линии. Мы сегодня расскажем кратко о её биографии, а также о больших перспективах, которые её ожидают. Ну а мы погнали! Как вы могли сейчас видеть, дорогие друзья, этот поезд уехал в тупик. И эта станция являлась временно конечной. Ах да, давайте про историю. Станция была открыта 7 января 2008 года под продление от станции Крылатская. И здесь, кстати, между этими двумя станциями находится самый длинный перегон московского метро. 6,5 километров. Это станция односквочная мелкого заложения и глубиной всего 8 метров. Станция находится в районе Строгино северо-западного административного округа и имеет два выхода. Один вон там находится и другой здесь. И в каждом из выходных торцов по два выхода. Сейчас же вы могли видеть поезд, который выехал из оборотного тупика. Который заехал минутами пять ранее. Ну, собственно говоря, эти оборотные тупики. Эта станция похожа на станцию Валенсийского метрополитена, станцию Аламеда. Которая была спроектирована тоже в 2008 году. И была архитекторным наследием Валенсийского метрополитена. Который был архитектором популярной Сантьяго Калатравы. А также эта станция вошла в состав АПЛ. Также в Симони варя 2008 года. Тогда станция Кунцевская, Молодежная и Кривацкая были в составе в преследовании. Вот как раз таки открытие станции Строгино. Эта станция получала дипломат Крустальной премию. Которая называлась Курстальной Деддл. Также на станции Строгино-Арбатской по кроссской линии с 2020 года предлагалось сделать на этой станции кросс-потфойную пересадку на одноименную станцию Рублево-Архангельской линии. Которая также идет в проект на 2026 год. Уже идет 2024 год и проект до сих пор идет. И так и не реализовывается. Никаких строительных работ вокруг этой станции нет. Поэтому ждем дальнейших новостей на этой станции и вокруг ее. Вообще станция проектировалась еще в 1991 году. И должна была открыта в 1994. Но из-за экономического кризиса и плюс развала Советского Союза открытие не свершилось, к сожалению. И строительство заморозили аж на целых 15 лет. И в середине декабря 2006 года разморозили строительство. И 7 января 2008 года, как уже сказал ранее, станция открылась для пассажиров. Сиденьки на этой станции похожи на такие вот свечи. Они похожи на клавиши пианино. Но они очень короткие. И сделаны из черного дизла. И поопереться на это можно только звоночек. И поопереться на этой станции. И поопереться на этой станции. Острый выступ, который является не особо-то и красивым. Как говорят некоторые пассажиры на этой станции, не особо-то удобно въезжать на такие навигации, где находятся выходы и где находятся лифты на этой станции. Но судя по всему, не на всех станциях метро находятся лифты. Но здесь находятся лифты именно только с той стороны. Они являются не только для инвалидов, но и для обычных граждан. Эта станция не превышает и не принижает нормы пассажиропотока, который является очень удобным для пассажиропотока. Как раз таки для длины и ширины платформы. Ну а на этом все. Если вам понравилось, то берите 15 ваговку. Мы снимем следующую часть про обзоры станции метро. Только главное напишите в комментариях, про какую именно станцию снимать. Ну а с вами были я, Арков и... Тре-метробас. А всем увидимся в следующем видео. Всем пока. Пока.